Доводы.ру представляет Практически во всех народах, культурах и во все времена большое значение со стороны людей уделялось Богу. Странно, не правда ли, уделять внимание тому, кого никто никогда не видел? Поговорим о том, возможно ли увидеть Бога. Человек всегда по-разному изображал Бога. Это запечатлено на наскальных рисунках, египетских пирамидах, статуях, картинах известных художников. Отдельного упоминания заслуживает кинематограф. Человеку очень хотелось видеть того, кому он поклоняется. Но как можно изобразить Творца, если мы его не видели? Какие варианты? А вариантов множество. Человеческая фантазия широка. Давайте пробежимся. Древняя Греция. Богов там много. Все выглядели как люди. С хорошей фигурой, стройной. Вот Зевс. Бог молнии. Вот так выглядел Арес. Бог мужественности. Ну, Афродиту, богиню любви и страсти, показывать не буду. Ну, если только вот так. Вот египетские боги. Вот Ра. Бог солнца с головой птицы. Вот Анубис. Бог погребения. Ему, правда, досталась голова собаки. Ну, все же лучше, чем совсем без головы. Вот и славянские боги. Сварог, бог кузнец. Перун, громовержец. Европейское христианство изображает европейского бога-человека Иисуса. А вот тот же Иисус, но в изображении иконописцев племени Масай. Перечислять и показывать можно очень долго. Бог в представлении человека, как мы видим, может выглядеть по-разному. Бывает седовласым дедушкой или устрашающим существом. Может иметь части тел почитаемых животных. Иметь ту или иную атрибутику, символизирующую то или это. Может быть вообще безжизненным предметом. Или вот очень даже жизненным. Бывает, доходит до абсурда. Но насколько все это может быть близко к реальности? Ответ вовсе нереально. Что бы ни изобразил человек, это ни в коем случае не может быть похоже на бога. Кто такой бог? Вот бог в нашем понимании это тот, кто свободен от какого-либо изъяна или недостатка. Кто сотворил все сущее. Тот, кто контролирует все процессы жизни. Единый, не ограниченный ничем. Вот ключевым словом здесь будет без изъяна. Не ограниченный ничем. Так вот давайте подумаем, как можно было бы изобразить того, кто не ограничен ничем. Бог не ограничен пространством. Он сам создатель этого пространства. Так как же мы можем изобразить его в рамках какого-то места? Бог не ограничен формой. Он сам создатель всяких форм. Как мы тогда можем приписать ему тело? Бог не находится даже в рамках временных границ, физических законов. Он выше всего этого. Он над этим. Он настолько могуществен и велик, что человек даже не в силах своим ограниченным разумом представить его. Бог, как творец всего сущего, просто не может быть похожим ни на что из своих творений. Он бесконечно над творениями. И то, что он над всем тем, что мы могли бы представить, понять несложно. Вот заходить за рамки этого нам не обязательно. Но человек упорно пытается придать Богу какой-то образ. Наверное, ему так легче. Помните, народ Израилев требовал от пророка Моисея, чтобы тот явил ему Бога, показал. Это было невозможно. Но как только Моисей взошел на гору Синай, самые изобретательные из оставшихся извояли золотого тельца. Вот ваш Бог. Золотой телец. Корова. Вы серьезно? Что, Бог может выглядеть, как говядина с хвостом, чтобы сгонять с боков мух и рогами, чтобы защищаться? Отвратительно. Или Бога изображают в виде солнца. Это правильно? Знаете, может для древнего человека солнце – это и величайший предмет, но все же это всего лишь одна звезда из миллиардов звезд. А вот так вот изображают Бога в виде благообразного седого дедушки на облаках. И это быть не может Бога. Бог превыше того, чтобы ему иметь тело человека. Тем более старика. Ну зачем ему рука? Чтобы что-то брать? Или зачем ему ноги? Он ходит прямо по облакам? Нет. Нет и еще раз нет. Бога невозможно увидеть. Это вовсе не должно ставить под сомнение его существование. Напротив. Это и должно укреплять веру в его могущество. Познать Творца возможно. Но не посредством зрения, а посредством разума, логики, философии. Но никак не посредством картин. Так что на вопрос о том, как выглядит Бог, мы можем сказать одно. Бог не похож ни на что из своих творений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok